Здравствуйте! Это программа «Город С» и Елена Чернявская. Ежегодно тонкий лёд становится причиной гибели людей. Чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоёмов без присмотра родителей, рыбаки, выходящие на свой страх, риск на непрочный и коварный лёд. Многие рыбаки-любители, провалившись раз под лёд, идут снова и снова, надеясь на авось. И очередное везение. Однако такая самоуверенность приводит только к непоправимой трагедии. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила и меры личной безопасности. Вот одна из самых частых причин трагедии на водоёмах – безответственное поведение людей в состоянии алкогольного опьянения, и они не могут адекватно реагировать на чрезвычайную ситуацию. Чтобы не произошло беды на тонком льду, необходимо знать основные правила. Какие – спрошу у моей гости в студии. Наталья Васильевна, неистерова, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Самарской области. Здравствуйте. Добрый день. Ну что же, ежегодно как раз при наступлении уже настоящей зимы, холодов, морозов, мы встречаемся в этой студии с вами и с вашими коллегами и говорим, чем опасен тонкий лёд. Так давайте-ка, наверное, мы сначала узнаем, а что такое первый лёд и какова основная его опасность для человека. Могу сказать одно, что уже неделю мы наблюдаем отрицательные температуры. Поверхность водоёмов наших начинает сковывать льдом. Небезызвестные факты взрослым и детям, что разные водоёмы замерзают. Кто-то быстрее, кто-то там, допустим, вообще не замерзает, если это широкий, большой, типа река Волг, к примеру, не везде там лёд одинаково встаёт. Небольшие водоёмы уже на некоторых водоёмах, мы наблюдаем картину, что поверхность сковалась льдом. И уже приезжая и наблюдаем, что на таких водоёмах, где толщина льда небезопасна, мы уже наблюдаем наших уважаемых любителей подблёдного лова. Повторю ещё раз. То есть начало декабря, и уже рыбаки вышли схватить свою порцию адреналина. Да, 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 ещё даже был конец ноября, а уже стараются выйти как-то. Значит, толщина льда безопасной для нахождения человека считается. В пресной воде 10 сантиметров, в солёной воде 15 сантиметров. Ну, в нашем случае это пресная вода, да, 10 сантиметров. Потом лёд можно определить по цвету, считается, что там лёд тёмного цвета, голубого цвета прочный, белёсый лёд такой мутноватый, белый лёд, это непрочный. Опять же, это теория, да. На практике, выходя на водную поверхность, у всех разное цветовосприятие, у всех разное какое-то вот ощущение опасности. У взрослых, вот мы наблюдаем и разговариваем уже с любителями рыбалки, у них какая-то очень сильная самоуверенность, что всё это случится с кем угодно, только не со мной, даже если со мной и со мной всё будет хорошо. То есть никто не думает о плохом, мы как бы с ними солидарны, да. Мы тоже за то, чтобы не было несчастных случаев. Но основные правила рыбакам – это рекомендуем, очень рекомендуем, даже в несколько восклицательных знаков, уходя на рыбалку, предупредите, пожалуйста, своих родных, близких, знакомых, куда вы пошли, когда вы планируете вернуться, чтобы, если что-то пошло не так, могли вовремя забить тревогу и знать, где вы находитесь. Уважаемые товарищи, взрослые, детей сейчас, ну сейчас ещё каникулы не начались, да, в разных школах по-разному, но в любом случае взрослые сейчас заняты, они на работе, дети после школы предоставлены сами себе. Так вот, проведите беседу, расскажите, что лёд сейчас, он ещё не сформировался, толщина нет, для их игр и забав есть и будут залиты катки, допустим, на суше, на лыжах кататься ещё с снегового покрова, ещё нет. Да, да ещё и снега особо в городе нет, ещё можно побегать и поиграть на многочисленных площадках, которые у нас построены по различным проектам комфортной городской среды, содействия, в городе очень много комфортных площадок для детей, поэтому, пожалуйста, можно занять себя и там. Но вот, вы знаете, я хочу здесь немножечко ещё сделать акцент на рыбаках. Вы сказали, что они очень самоуверены, я с вами согласна, особенно те, которые уже по каким-то причинам проваливались под лёд и, слава богу, благополучно выбирались. Но был раз, будет и второй, и третий, и не факт, что он закончится так же благополучно, там может обернуться трагедией. Вот какие всё-таки знать нужно о моменты, чтобы обезопасить себя? Ну, конечно, в первую очередь не выходить на тонкий лёд. Ну, да, но к рыбакам они к себе, это вот не выходить на лёд, конечно, они идут рыбачить, а куда же ещё на лёд? Во-первых, нужно с собой хотя бы основные средства спасения брать. Это длинную верёвку. На одном конце верёвки груз хотя бы, чтобы он, ну, 500 грамм, полкило весил. На втором конце верёвки петля. Для чего? Чтобы добросить, если вы стали очевидцем, хотя бы добросить, помочь человеку вытянуть верёвку, ему бросается, он цепляется за верёвку и попытаться его вытащить из полыни, ну, лунки, куда он провалился. Во-вторых, конечно, проверить свои сотовые телефоны, чтобы они были заряжены, чтобы они находились как можно выше там, и, ну, желательно, в непромокаемом каком-то там чехле или кармане. Что-то тёплое, тёплое питьё. Алкоголь, сразу говорю, алкоголь и вода – это две совершенно вот неприемлемые друг другу вещи, потому что в состоянии алкогольного опьянения у людей вообще там теряется. Море по колено. Какие-то острые предметы. Если провалился, как говорится, помоги себе сам, чтобы при, начиная человек, барахт, выбираться из места провала, да, он чем-то острым зацепляться за поверхность. Если лёд рядом рыхлый, и зацепиться невозможно, и сейчас вот именно такая погода стоит, когда ночью, ну, где-то минус 9-10, но всё равно это недельные показатели, а они должны быть месяц, как минимум, да, чтобы лёд более-менее упрощен. Во-первых, вот давайте такой случай возьмём, рыбак провалился, да, вот он провалился, случилась такая несчастье. Рекомендация – успокоиться. Самое главное – успокоиться, не терять силы, не барахтаться, попробовать звать на помощь, если есть рядом, чтобы его увидели. Широко раскинуть руки нужно, и определить вот место, ну, как это сказать, в лунке, где лёд наиболее безопасный, толстый, чтобы он выдержал вас, попробовать выбраться, то есть цепляясь за кромку, да, желательно, в том направлении, откуда вы пришли, вот хотя бы в том, потому что там, если вы пришли, уже проверено, что вас выдержало. Ползком вытащить себя из полыньи, пока одежда не намокла полностью и не потянула вас вниз, постараться помочь самому выползти, выбравшись из места провала, не вставать на ноги, а ползком, вот в ту сторону, опять же, откуда же вы пришли, ползком пробираться метров на 10-15 от места провала, не вставая, по-пластунски, как угодно, главное – не вставать. Одежда намокла, ну, вот рекомендации, кстати, можно обваляться в снегу, да, если вот он есть, по крайней мере, снег скует, мокрую одежду сверху и не даст дальше какой-то вот тепло, тепло сохранится, да. Вот, и переодеться в теплые вещи, у рыбаков всегда, я так думаю, уже комплект есть, что-то тепло, никаких горячительных напитков алкогольных, горячих, тепло согреться, теплым чаем, водой там что есть, в теплое помещение. Вот, выбрался от рыбака, мы всегда говорим, хорошо, вы там провалились, вы удачно выбрались, все хорошо, все, исход положительный, но подумайте, у вас здоровье-то одно, то есть как это скажется на вашем здоровье, сейчас, либо потом, вот, то есть и немножко задумывайтесь, вот в темное время суток они выходят, когда еще, вот, цвет даже льда прочный, непрочный, услышать треск, наступаешь на лед, он непрочный, под ногой такие характерные, потрескивание, ну, находясь на большом таком пространстве, это сложно. А вот вы знаете, Наталья Васильевна, подтвердите, пожалуйста, свои слова какой-то статистикой, в этом году ее еще печальной нет, я так понимаю. А в ноябре? В ноябре, да. Да, еще льда нет. Вот про этот случай расскажите, и расскажите в прошлом году, сколько случилось несчастных случаев на воде, вот именно из-за тонкого льда. Ну, не на воде, а на водных... На водных объектах, да. Вот, да, вот. Возьмем ноябрь-декабрь, в этом году, в ноябре, у нас один случай, не могу вам подробности рассказать, один случай в ноябре, в прошлом году у нас шесть трагических, я говорю про трагические случаи, потому что если провалился подлет, то есть происшествие, и тебя очевидцы увидели, позвонили в службу спасения там, о тебе оказали помощь, мы об этом случае знаем. Если просто рыбаки у нас зачастую провалился, выбрался, пошел домой. Мы об этих случаях не знаем. По статистике, в прошлом году шесть погибших было за период ноября-декабря. Позапрошлым году у нас два человека погибло. Это вот я говорю в сравнении с аналогичными месяцами прошлого-позапрошлого года. Спасибо. Вы знаете, хотела еще такую тему важную поднять. Вот из года в год мы видим, как по льду, по Волге, ходят люди, да, чаще всего в Рождественное, переходят в Волгу пешком, но ведь официально уже 20 лет нет переправы, но, тем не менее, прогулки продолжаются. Конечно, бывают безвыходные ситуации, когда нужно это делать, но, тем не менее, они не оправдывают риск своей жизни, особенно, когда подвергают риску детей. Да, поэтому, вот, расскажите, пожалуйста, чем чреваты такие прогулки? Вы подняли правильный вопрос. Да, мы при патрулировании проводим беседу, то есть идут прям вот, ну, я не могу сказать демонстрации, это будет слишком громко, но наблюдаем картину, и группа детей идет, и даже с учителями идут, и семьи на ватрушках, лыжники переходят на ту сторону. Говорим, что небезопасно, потому что, вы правильно отметили, у нас более 20 лет нет зарегистрированных ледовых переправ. Нет по причине того, что мы наблюдаем вот такую нестабильную погоду зимой, ночью минус, днем плюс, где-то солнышко притопило, где-то снежок, то есть лед уже из безопасной толщины 10 сантиметров может превратиться в 5-3 сантиметра. Во-первых, во-вторых, его не проверяют, ну, то есть на прочность никто не проверяет. Выходя вот на поверхность, да, переходя на ту сторону, ну, как бы потенциально они подвергают себя риску. Почему? Потому что там может быть где-то подводное течение, где-то коряга, известно, что в этих местах, вот где подводное течение, где камыши, коряги, там теплые ручьи, там солнышко притопило, снегу нападал под снегом, плотная езда уменьшается почти на 20-25 процентов. Об этих местах не знают, их никто не отмечает. Рыбаки лунки пробурили, он еще не сковался, все это снежком засыпало. А рыбак один, я прошу прощения, бурит ведь не одну лунку, не 10 порой, да, а очень много, и тем самым... Причем иногда не соблюдают дистанцию между луночками, они настолько близко, что получается, что... Подвергая себе опасности в то же время, ну и людей, которые, возможно, пройдут через день-два по этому месту. Вот, сотрудники МЧС, что мы патрулируем в этих местах, практически ежедневно, раздаем листовки, панки. А на чем вы патрулируете? Мы пешком. Мы пешком. То есть тем самым тоже подвергая своей жизни опасности? Мы не выходим на поверхность льда. Нет. Почему? И опять же говорю, вот патрулируем. Обратите внимание, практически во всех муниципальных образованиях нашей области, на водных объектах, администрации, там, городов, сельских поселений, муниципальных районов, ставятся везде предупредительные аншлаги, знаки, что выход на лед запрещен. То есть это небезопасно. Не для того, чтобы вот там как-то... Мы очень тесно работаем с муниципальными образованиями нашей области. У нас подается, вот сейчас вот ведется активная там отчетная переписка, они говорят, сколько аншлагов выставлено, сколько проведено бесед с гражданами, сколько бесед в школах проведено, потому что помимо того, что работают в школах в образовательных учреждениях, в высших, там, средних, в дошкольных учреждениях беседы с детьми-сотрудниками МЧС, так и с сотрудниками администрации муниципальных образований проводятся. Да, мы об этих цифрах тоже сейчас уже начинаем узнавать. Раздаются памятки. Вот, например, у меня со мной есть... Буквально вчера мы работали тоже в Волжском районе. Вы уже с вами верно перешли к профилактической работе, которую вы проводите. А вот давайте, кстати, про памятки. Где и кому вы их раздаете? При работе в школе детям. На улицах раздаем. С кем мы общаемся? Со взрослыми, с детьми? Потому что, опять же, вернемся к этой пешей переправе. К берегу подходят люди с ватрушками. Мы говорим, вам не страшно, допустим, вот было, вы внимательно следили. Мы надеемся, что вы хотя бы знаете основные правила. Если не знаете, вот, пожалуйста, у нас есть памятки, и рассказываем им коротко, и так далее, и тому подобное. Ну, хочу сказать, что реакция граждан, там, детей положительно. Они хорошо реагируют и обещают, как бы впредь стараться вести себя аккуратнее на таких объектах, на ледовых. При работе в школах, это из года в год, в период. Мы работаем в течение всего года, ну, вот сейчас зима, естественно, тема у нас безопасна зимой. И очень отрадно видеть, когда иногда приезжаешь и разговариваешь с детьми, а дети тебе уже там в ответ говорят, а вы вот у нас были, и давайте мы вам расскажем, как надо вести себя, например, при переходе рек на лыжах, или что нельзя вот там кататься, или если мы увидели, что провалились там под лед, что мы должны делать. Вот это, конечно, говорит о том, что наши поездки и беседы, они все не проходят вот в пустую. Спасибо. Я сейчас предлагаю ненадолго прерваться. Вы знаете, у нас есть сюжет, в этом году мы пока еще не успели снять актуальный, ну, потому что еще и лед, да, не сильно встал. А вот в прошлом году мой коллега Анатолий Головко снял такой любопытный сюжет и показал, что делать, если вдруг вы провалились под лед. Давайте посмотрим вместе. Стоит ли подвергать свою жизнь опасности ради хорошего улова? Этот вопрос до сих пор остается открытым для любителей рыбалки в Самаре. За последние дни в городе участились несчастные случаи. На тонком льду погибли люди. Раннее утро поселок Самарский. На берегу озера сельское кладбище но опытный рыбак Валерий Зейбер в приметы не верит. Он считает, с ним ничего плохого не случится. Заловить можно везде, надо только остерегаться. Брать с собой спасалки. Лед предварительно пробовать. Если лед только 7 сантиметров, выходить нельзя. Из-за теплого декабря лед тонкий на всех водоемах. Корка предательски хрустит под ногами. Кое-где можно даже разглядеть выступающую на поверхность воду. На противоположном берегу рыболовные снасти расставил Валерий Александрович. Мужчина признается, сейчас рыба клюет плохо, мало кому удается похвастаться солидными трофеями. Но заядлый рыбак выходит на лед практически каждое утро. За свою жизнь он тоже не боится. Лед очень толстый. Нет. Все вот такие мелкие водоемы очень хорошо замерзли. Сейчас здесь не страшно. У сотрудников МЧС другое мнение. Каждый год они выходят на водоемы, разговаривают с местными жителями, предупреждают об опасности, раздают листовки. Любителям рыбной ловли порекомендовал бы дождаться понижения температур, при котором встанет нормально лед, и рыбачить безопасно. Желательно брать с собой какие-нибудь средства, там, сани какие-нибудь, веревку, чтобы можно было выбраться. То есть обезопасить себя. Для того, чтобы выбраться из полыньи, существуют четкие алгоритмы. Их должен знать каждый рыбак. Если вы вдруг провалились под лед, то ни в коем случае не паникуйте. Необходимо всем весом облокотиться на твердую поверхность и постараться выбраться. Когда вы выбрались, не спешите вставать на ноги. Нужно перекатываться еще несколько метров по своим следам. По прогнозам синоптиков, по-настоящему зимняя погода придет в Самарскую область только в конце декабря. А значит, каждый раз, выходя на лед, рыбаки должны понимать, этот клев может стать последним. Ну что же, как мы говорили, в нашей сегодняшней программе еще и очень сильный лед привлекает детей. А вот как вы считаете, все-таки почему? Романтика какая-то. Романтика. Потом у детей, у некоторых, занижено чувство, как это, беспокойство за свою жизнь, что ли. Вот они потом очень, вот на мой взгляд, это все-таки дети смотрят на взрослых. И видя, что если взрослый выходит, ему можно, значит и нам тоже можно. Ты вчера прошел с мамой, пройду я сегодня один. А сегодня пройду один. Да, вчера вот я была с бабушкой, каталась тут на ватрушках, сегодня бабушка занята, давай-ка я покатаюсь и сегодня. Можете дать какие-то ценные советы, вот если вдруг ребенок один, подросток ли, что делать, когда вот оказался под водой? Это одинаковые, подо льдом вернее, одинаковые рекомендации как взрослым, так и детям, либо все-таки они разные? Нет, рекомендации у нас одни, вот, потому что вообще как бы это трагический случай, да, вот мы считаем, и однозначно, вот, он нас иногда спрашивает, знаете, как бы я себя повел, вот как надо себя вести? Нельзя однозначно ответить на этот вопрос, потому что это стрессовая ситуация для человека. И он, как бы даже если знает эти правила, что нужно постараться успокоиться, не болтыхаться, чтобы хотя бы голова была на поверхности, вот, постараться опереться, определить вот в полынье, в провале то место, где потолще, ну, откуда вот он пришел, чтобы попробовать выбраться туда, ну, то есть, выползти, вот так вот прям, по-простому говорю, выползти на это место и отползти подальше, и позвонить там службу спасения, позвонить скорую, если это нужно, домой, но очень сложно давать, я говорю все это на словах, на практике, ребенок один на водной поверхности, я даже не знаю, вот он может испугаться и как-то вот я не знаю, растеряться, одежда намокает не сразу, одежда намокает там как бы постепенно, вот пока она намокает, вот нужно как-то помочь себе выбраться на поверхность. Ну, а чтобы не допускать таких случаев, лучше просто вообще не ходить. А вы знаете, я еще какую тему сегодня хочу с вами затронуть? Люди очень часто купаются на крещении в прорубях, и помните, в том году был такой вопиющий ролик, который облетел, да, практически, наверное, весь мир, когда девушка, женщина прыгнула и ушла под лед, да, и очень долго ее искали, трагедия, конечно, вот какие бы меры предосторожности вы могли дать людям, которые вот так поступают? Это повторять нельзя. Если вы вот заговорили о роликах, то я тоже видела, и, наверное, многие видели, другой постановочный ролик, где спортсмен, обвязавшись, то есть он в одну, попытался нырнуть в одну прорубь и вынырнуть в другой, там, небольшой, да, обвязавшись, у него были люди, которые его страховали сверху, лед был прозрачный, и он не смог это сделать, он дезориентировался, это закаленный человек, и он благодаря страховочному трос, который у него был привязан, выбрался на поверхность, очень много просмотров было у этого ролика, о чем говорит, что холодная вода и наш организм, они несовместимы, что вот такая самоуверенность, что там было подводное течение, о нем надо было задумываться. Про крещение сейчас говорить, конечно, рано, но вообще все купели, они заявляются у нас перед началом крещения незадолго все, и оборудуются они специальными мостками, и там выставляются и службы спасения, и медицинские работники, а в этих местах Я сейчас говорю про необорудованные проруби, про необорудованные проруби, это люди, которые не задумываются о своей жизни, даже пускай они о своей жизни не задумываются, они не задумываются о состоянии и как бы о жизни своих близких, вот о чем хочется сказать, вообще-то кричащий такой ролик, показательная смерть, вот, что хотелось бы добавить, поэтому. Ну, давайте, наверное, еще скажем, все-таки, какой должна быть безопасная толщина льда, чтобы на него выходить, ну, и про профилактическую работу, давайте еще несколько слов скажем, все-таки важность ее для жителей нашего города. Безопасная толщина льда, повторю, 10 сантиметров в пресной воде для одного человека, это выход на лед, выезд на лед у нас вообще категорически запрещен выезжать. На любом транспорте, здесь и квадроциклы, и автомобили. Выход, выезд на лед запрещен. Скажите, какая-то административная ответственность вообще за это полагается? Либо это личная ответственность? Да, есть у нас закон Самосковый, 115-й ГД, да, и в каждом муниципальном образовании есть административные комиссии, вот, и представители администрации, вот, у них идет патрулирование, и составляется, как бы, протокол об административном правонарушении за выход, теперь уже на лед, в места, где это запрещено. Другое дело, что у нас в Самарской области очень много таких мест, и не везде могут работать комиссии, то есть, опять же, возвращаемся к тому, что у вас одна жизнь, ваша жизнь, в ваших руках. Вот, считается, 25 сантиметров там безопасно для нахождения автомобиля, но, повторюсь опять, что не вся поверхность льда может быть там одинаково, 25 сантиметров, где-то может быть подводный ключ теплый, где-то может быть стоки, где-то солнце коряга, там солнце притопило, еще, то есть, неоднозначно вот так вот, что везде безопасно. Обращайте внимание на запрещающие знаки, они не просто так стоят, они предупреждают о том, что внимание, остановитесь там, свой досуг на суше сделайте, пожалуйста, и на автомобилях, и на лыжах, и на коньках. Ну что же, и в конце нашего разговора я хочу предоставить вам заключительное слово, все-таки рекомендации нашим телезрителям, дайте, пожалуйста, как вести себя безопасно на льду, чтобы не случилась трагедия? Если предположить то, что вы все-таки вот пересекаете лед, во-первых, соблюдайте дистанцию, во-вторых, если вы знаете, что вам нужно пересечь льдовую поверхность, конечно, рекомендуется это делать на лыжах, да, вот на лыжах пересекать, при этом, если вы пересекаете на лыжах, значит, во-первых, дистанция, во-вторых, крепление ботинок от лыжа, отстегнуть, петли с палок запястья снять, то есть палки взять просто в руки, сумки, рюкзаки, там, что у вас с собой есть, все перевесить на одно плечо, с тем, что если вдруг случится несчастье, чтобы от этого всего можно было освободиться, вот, держать дистанцию, если вдруг, вот, ну, слышите, лед уже трещит, там где-то вот палка, вы приходите палкой, там вешка перед собой, вот, ни ногой, ни в коем случае проверяете, вот, если вода, то это нет, это надо аккуратно, аккуратненько, аккуратненько двигаться в обратном направлении, шаркающими движениями, вот так вот, широко расставив ноги, с детьми не рекомендуется вообще, вот, выходить на лед, ну, игры с детьми на льду, они небезопасны, для ребенка в первую очередь, и для взрослых, на маленьких озерах мы еще видим, когда катаются на коньках, вот тоже забава такая достаточно опасная, да, но отрадно то, что из года в год мы видим это все меньше, вот сколько мы по всей области ездим, смотрим, большей частью, конечно, уже катков все больше и больше, они освещены, они оборудованы, с музыкой все красиво, поэтому дети как-то и сами уже понимают, что есть каток, зачем вот кататься на озере, на небольших озерах, где промерзает вода, да, наблюдаем такие картины, но вот по практике прошлого года я, например, не встречала, чтобы дети катались на таких, все катаются в положенных для этого местах. Ну что же, спасибо вам большое, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, я надеюсь, что все те советы, которые дала сегодня моя гость, были для вас очень полезными, помните, жизнь одна, всего хорошего, до свидания. До свидания. До свидания.